Всем привет, дорогие друзья! Это снова Игромания. Это теперь Игромания на диване. Наконец можно приземлить задницу на более мягкую мебель. Да, в понедельник уже устал. Надо посидеть. Да, ну как бы с самого утра начинаешь работать, к вечеру как-то устаешь уже. В общем, с вами Игромания на диване. Я Дмитрий Кудряшов. Это Лея Радна. Его диван. За кадром Василий Копейкин. Да, вот у нас диван. Вот у нас проектор! Ура! Я, кстати, первый раз играю. Ну, прям вот серьезно сяду играть на этом проекторе первый раз. Особенно в таком граффлоде с... Да, нет, ну конечно с клавомышей. Ну как пикабояре, мы с клавомышей будем играть в Player of No Battleground. Проектор вот такой вот малюсенький. И выдает он сотку вообще в легкую. И не надо никуда его вешать, ничего. Просто ставишь его к стене и все прекрасно работает. И я уже очень доволен. Сейчас просто буду вот так вот играть, ребятки. Просто я не вижу ваших комментариев. Возможно, вы меня закидываете всяким негативом, потому что я могу вот так полулежа перед здоровым проектором играть в игрушку. А вы? Ну, вы тоже можете. Если пройдете по ссылке, почитайте подробнее информацию о нем. И может даже, если захотите, приобретете. Это Стефан Глойр или таки померили экран? Нет, я изначально знал, что он выдает сотку как минимум. Ну то есть, точнее, его можно поставить еще ближе, и он будет выдавать, конечно, поменьше. Но ориентировочно это примерно 100 дюймов. Вот. Может даже больше. Если ты поставишь его еще дальше от стены, то, естественно, он будет выдавать тебе его просто гигантскую картинку. Просто во всю стену. Вот. Так, ладно. Ладно. Там сбросились сундуки, поэтому мы откроем по новой. Так, давайте. Что эти кейсы дают? А ничего, просто шмотки. Их можно продавать на площадке в Стиме. Вот этот плащик, например, стоит 5К. 5К чего? Ну, рублей. Реальных? Ну да. Я тебе не смогла его носить? Я, к сожалению, не могу его пока продать, потому что я поменял телефон, и Стим-аутентификатор не работает. А, то есть, ты можешь, дожди, вытащить плащ, поносить его, и спустя какое-то время ты сможешь продать поношенный плащ на 5К? Да. Охренеть. Пека-бояре. Так, ладно. Давайте играть в соло. Я, ребят, не вижу ваших комментариев, поэтому не буду их читать. Спрашивают еще, Стефан Глори, до какого места доходил и с каким количеством киллов? Я доходил до топ-4. Сколько киллов, я не помню, был, тогда один или два. А за что эти монетки убиваются? А ничего, просто за игру, да. То есть, чем ты больше там наубивал, чем лучше ты играл, тем больше монет. Я сейчас хочу плащить за 5К. Я просто сейчас поняла, что я не тем занимаюсь. Его можно, по-моему, приобрести как эксклюзивный там пак. Сколько он стоит, я не помню. О, Вася решил померить. Ой, все, Вася реально пошел за рулеткой. Да нормально там выдает. Но ты неправильно меряешь, это же диагональ идет. По диагонали надо мерить, Вася. Просто можно померить вот это вот, не считать диагонали. Ой, все, Вася идет в математику. О, господи, у меня дома очень мало FPS, а здесь прям здорово. И картинка классно выглядит. Ну, это тебе не на наути играть, конечно. Да, 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 да. Я, к сожалению, ничего не слышу. Кстати, Вася, ты не мог бы мне наушники нацепить? Будь так любезен. Чтобы я слышал. Чтобы Дима не только не видел ваши комментарии, но еще и не слышал ваши комментарии. Да, ну мне просто нужно будет знать, кто откуда идет, кто откуда стреляет, кто где летит. Я, конечно, могу прибавить звук на проекторе и буду все слышать, но я не смогу распознавать, где слева, где справа, что происходит. Так, как мы летим, как мы летим? Как мы летим? Главное, чтобы когда Милаша... Какая конфигурация компа? Конфига написана в описании в Твиче. Ну, а ты спрашиваешь человек с ВК, так что человек с ВК, Андрей, зайди по ссылке к нам на Твич. Да, все ссылки в описании есть, ребят. И там увидишь конфигурацию. Благодарю вас. Все, я сейчас буду как царь, просто. Просто как царь, чуваки. Я ничего не слышу сейчас, правда, потому что, ну... О, сейчас слышу, сейчас слышу. Вот так вот, как про, понимаешь? Ага, там какой-то треск. Так, мы летим с вами ближе к рожку, вот сюда, в высотке. Подальше от траектории полета. Вась, сделай, пожалуйста, потише. YouTube пустой, только я. Почему вы не развиваете YouTube? В смысле? У нас на основном YouTube-канале миллион триста тысяч подписчиков, там больше уже. Я не спрашиваю про тот канал, который игромания вживую, на котором идет стрим. А игромания вживую, это архивный канал с записями стримов просто. Вась, сделай, пожалуйста, потише наушники. Блин, здесь рядом народ. Он прям сюда приземляется. Господи, надо валить из высот. В любом случае, перебить по популярности Twitch достаточно тяжело. Да. Блин, он первее меня приземляется. Я, надеюсь, попаду на крышу. Так. Сейчас, сейчас. Ну, я очень плохо пока в этой игре. И я думаю, он меня пристрелит. Здесь на крыше нет ничего. Блинский. Да, привет. Привет, Прохол, ты попал. Ой, я еще поломался. Господи. Ну, давай, заходи. Да что ж ты будешь делать? Да серьезно? Алло. Алло. Я нажимал F. Чего, дверь не открывалась? Ладно. Ну. По новой. Не очень. Симулятор падения, короче, с самолета начался. Знаешь, такой неудачный прыжок ассасина. Да вообще. Да ладно, я разбился. Дверь не открывалась. Я нажимал, и ничего не работало. Блин. Обидно. Такое-то начало. Привет, Лея, к слову. Да, привет, Стефан. Здорово всем еще раз. Сколько вообще времени занимает в среднем матче? Ну, по-разному. Не, ну, понимаешь, чем раньше сдохнешь. Ты, конечно, уже показал, но... Минимально, да, вот так. В среднем. В среднем? Да не знаю, в среднем. Может, полчаса, может, минут сорок. Долго. Я думал, меньше. Я думал, там есть ограничение, что когда сойдутся все круги, то там... Да, когда сойдутся... Ну, зона уменьшится до самого минимума, то, ну, тебе уже негде будет прятаться там, и в этом вся соль. Мастер-класс, как проиграть за 27 минут. Да, изи, сливаем катки, чуваки. Ну, серьезно, это было странно. Я нажимал кнопку, она не сработала. Ты надеешься утонуть до того времени, пока тебя призовет на самолет? Да, просто нужно ждать, пока все соберутся. 100 человек. Нет, даже если ты умрешь, это не роляет? А, здесь нельзя умереть. Ну, то есть, это просто лобби. Так, теперь мы летим с юга на север в Ясную Поляну. Я думаю, мы легко попадем, но там будет очень много народу в Ясной Поляне. А в какой-нибудь, я не знаю, но... Что? 200? 200 что? А, там же в дюймах. Так, ну ладно, мы, тем не менее, попробуем долететь до Ясной Поляны. 90 дюймов. 90 дюймов, Вася говорит. Окей. Ну, это наш экран 90 дюймов, судя по всему. Хотя, вроде, Евгений Алексеевич говорил, что это сотка. Ну, неважно. В общем, это очень большой экран. В сравнении с телевизором. Так, ну, я думаю, я далечу. Это плач не развивается, это неестественно. Что? У тебя плач не развивается, это неестественно. Да, черт бы с ним. Главное, чтобы рядом людей не было. Вроде нет. А у меня есть момент, с которым ты уже не можешь раскрыть парашют? Нет, он автоматом раскрывается. А, вот сейчас, да? Да. То есть это не я сделал, это он автоматом. Так, мы летим с высотки, собственно, в те. В Ясной Поляне. Уже кто-то кого-то убил. В вас эти времена никак не можешь оставить рулет в покое. Он больше в 30 сантиметрах от экрана он стоит. То есть если его поставить дальше, то он на картинку больше будет. Приземляйся, приземляйся, приземляйся на эту крышу. Дверь прикровывай. О, эмочка уже есть. Уже, уже есть эмочка. Отлично. Хорошо, осторожно. Так, здорово, здорово, здорово. Давай, вот это нам не надо. Мне нравится, им 5 минут. Да. Так. Самый вкусный лут здесь, это в кратере вулкана. Там чаще всего военные пушки, одеяния третьего уровня можно взять. Кратер слева. Приходил ты в кратер за снаряжением? Нет. Не хочешь попробовать? Нет, я даже не знаю, где это. Кратер, говорит, слева от тебя. Хотя, стоп, юмка мне пока пригодится. Зря я не это самое. Ага, у меня нет уже никакого места. Да закройся ты, ну господи, ну закройся, ну пожалуйста. Зачем тебе ее закрывать? Ужас какой. Потому что не хочу палиться. Не, я понимаю, но на крыше не пофиг ли? Блин, у меня нет места под энергетик. Сейчас же в рекре, уже потом десантируется. Ну мало ли, может с холма кто увидит. Здесь лучше поберечь себя. По ВДФ, Дима, не забывай, эта кнопка тупит и не сразу все поднимает, открывает. Да, я в курсе, спасибо. Блин, очень темно. Очень темно. Не нормально, может тебе как-то... Хотя яркость нормально стоит. Нормально все, видно, не жалуйся. Я не люблю, когда темно. О, ура, рюкзак. Отлично, есть рюкзак. Это более крутой рюкзак. В него влазит больше, естественно, вещей. Пламегаситель для пистолета, пулемет нам не нужен. Нам сейчас главное лутануть. Так, здорово. У нас есть глушитель и угловое цевьё на М-очку. Так, отлично. Дымовая гранатами я не пользуюсь. Так, что у нас по зоне? Мы находимся просто максимально далеко от зоны. Просто вообще, ну что за фигня? В починки надо вгнать. Блин, мне все-таки интересно, где-то вулкан, о котором говорили. По поводу что? Вулкан, о котором говорили. Вулкан, я думаю, это где-то вот здесь, наверное. Но это не точно. О, красный коллиматор, отлично, отлично, отлично. Кратор, рюкзак третьего левела, шлем третьего левела и оптика 12. Окей, Адил, а где находится этот самый кратер? 12, здесь разве не 8 максимум? Восьмикратный только максимум. Что за красная зона? Красная зона это то место, в котором нужно оказаться? Нет, там бомбежка. А, там бомбежка. Там не нужно оказываться. Подожди, а там же было сказано, что нужно оказаться в игровой зоне в течение пяти минут. Ты уже в ней что ли? Нет, в том-то и дело. Я сейчас максимально удаленно от нее нахожусь. А где-то зоны я не видела. Вы только красную просто. Вот здесь бомбежка, а нам надо сюда. Вау, 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 да, далеко. Я вроде помню, что здесь есть баги рядом, и у нас все получится. Я надеюсь на это. Да, Денис, мы про теракт в курсе. Можно об этом? Так, ну второе цевье пускай будет на всякий случай. Так, ладно, нужно срочно, короче, сваливать отсюда. Там, куда он показал, ты там, да, все верно, ты угадал, значит, там. Попробуй в следующий раз просто, на следующую игру попробуй туда добираться. Это очень далеко, понимаешь, даже вот сейчас я сюда приземлился в надежде, что здесь просто не будет людей. Ну там же разные пути, что у тебя есть для самолета. И зона очень редко переключается прямо вот туда, на верхний край. Попробуй, мне интересно. А смысл? 12х максимум просто ты не находил. Здесь можно залутаться также еще... Блин, гранат, ну пусть будет. Залутаться можно в бункерах, например. Так, голографический прицел нам не нужен. Блин, и навес на дробовик был наверху, я его наверху оставил. Ну ладно, это уже не все. Думаете ли вы, возродить двойной удар? Ну, пока на самом деле мыслей таких не было, насколько я знаю. Да, пока ничего такого не планируется. У нас несколько передач из постоянных пока ушли, но... Сайга, отлично. Может, кто-нибудь другой появится. Так, стоп. Так, цевьё туда не подойдёт. Всё здорово. У нас есть Сайга, у нас есть Семка. Надо сваливать отсюда. Зона уже настигает. Так, надо валить. На чем можно здесь передвигаться? На багги? Багги, уазики, дача. Нет, это вообще, ты, по-моему, говоришь, на чем вообще можно. Они как-то отличаются по скорости, маневренности? Да, да. И что лучше, багги? Багги, она двухместная, дача, она... Это похоже на, не знаю, на какой-то пост ДПС. Да, типа того. Я бегу не туда. Я сначала хотела сказать полицейский участок, но он слишком маленький полицейского участка. Здесь есть, кстати, полицейский участок. Ну, должен быть. Слушай, карта вообще идентична той же карты, которая и в DayZ была, или всё-таки изменения? Слушай, в DayZ я вот не играл, но, по-моему, другая, да. Чёрт. Нет, просто вижу, что сама по себе карта достаточно похожа. Но... Он... Он... Чёрт, побери. Догоняй его, догоняй. Я зря спалился. Он нас не видел, а я сейчас спалил. Но он заберёт тачку. Нам не повезло. Кажется, мы умрём. Он где-то здесь, где-то рядом. Может, он затаился и сейчас не заберёт тачку, по-краске? Скорее всего, он меня сейчас ждёт. Ой, пасенька. Вон он. Двано, он убегать, сидеть машину лучше подпродавила машиной. Машина же здесь. Да не попадёшь так в него. Один раз уже попал, два раза попал. Молодец. Слушай, я была в виду, что ты реально попадёшь такого расстояния. Просто это настолько... Здесь баллистика, всё нормально. Единственное, что нас в зону поджимает. Потихоньку сужается. Машина же здесь, где-то, да? Машина где-то здесь должна быть, да. Но я чё-то её не вижу. Ладно. Может, уже забрал кто-нибудь. Раз один человек указался, мог и другой быть. Сейчас попробуем заутать его здесь. Посмотрим, что у него есть. Может, какая-нибудь аптечка. Смотрят, летает просто так или он что-то ещё делает? Бывает, сбрасывают аирдроп. Бывает бомбёжка. Блин, я бы не очень хотела на самом деле в такой игре бегать по открытой местности. Вот да. У него есть аптечка, у него есть коллиматор, у него есть магазин к Сайге. Здорово. У него есть компенсатор. У него есть патроны для АМ-ки. У него был скар и снайперка. Мир не говорит, что здесь карта уникальная, но это всегда постсоветское пространство. Нет, ну про историю-то, так сказать, идеи, это локации про Черноруссию я знаю. Просто я вижу, что здесь те же названия, что были в армии и в DayZ. Но, по-моему, всё-таки сама карта отличается от DayZ. Отлично, у нас есть УАЗик. Уличный магазин. Что-то значит, зона сжимается. Здесь игра идёт на время. То есть это... Она уже сзади. Уже? Вот можно, да, увидеть две зоны. Сейчас Дима догоняет синяя зона, за ней он будет получать дамаг. А есть зона поменьше, белая зона. Как бы это то место, в котором рекомендуется оказаться. Да, но это первая зона, она очень слабо коцает, но, тем не менее, это неприятно. Мне придётся похилиться и потратить ресурсы на это. И я, насколько я вижу, что ты даже не догоняешь. То есть она движется с тем же темпом, что и ты. И тебя ещё подбили, да? Или это просто тачка из-за зоны надамажилась? Это зона меня дамажит. Ага, и машина в том числе. Слушай, ну ты обгоняешь её. Вот, выехал. Сейчас я буду натыкаться на людей. И они, возможно, меня просто пристрелят, пока я мчусь. Вот, видели, внизу на карте была белая зона. В них, как раз, надо наказаться. Потом она тоже будет жематься, тоже будет жематься. Делается для того, чтобы игроки слишком много выникли по карте. И поскорее могли встретиться друг с другом. Да, это делается именно для того, чтобы... Девушка похожа на босса сделал My Cry 3. Я похожа на босса. Я не играла в 3-й в My Cry. Что за игра Владислав Игра написана в названии трансляции? Блин, мы в зоне бомбёжки. А чё ж так не везёт-то? Бомбёжка. А, ваша фото закрывает радарство по значениям Мизон. Ну, ой, сорян. Нормально. Ну, в общем, там три круга есть. Стрим-снайперы нас зато не это. О, тут стреляют. А чё за игра? Чё типа платная или бесплатная? Платная или бесплатная? Платная. Да. По нам стреляли, только что... Я нам косвенно не доступил. Нет, не переворачивайся. Она недавно вышла. О, здорово. Зона ещё раз уменьшилась. Туда, но которая потом превратилась в кафель и к гитару. Чё? В принципе, у нас есть оружие, чтобы выжить, но, конечно, не самого... Лучше мы перевели в левый и верхний угол камеры. Не самого крупного. Ну, сейчас мы точно не можем перевести, потому что мы здесь, а на стрельке где-то там. Ну, сейчас мы ничего не сделаем. Так, нужно... Куда-то туда в центр, вот туда поедем. Всё похоже на босса. Like the boss. Так, ну, под горочкой здесь где-нибудь пронесёмся мимо зданий. Вон там стоят багги. И опять в зону бомбёжки уехал? Блин, да серьёзно, ну что так везёт-то? Мы выехали из зоны бомбёжки и едем снова в зону бомбёжки. Три-четыре человека осталось. Это довольно неплохо. А черной мод армы в чём фишка? Ну, во-первых, именно краски в этих зонах. Это не мод армы, это игра от создателя режима батл рояль, который сделал вот как раз для армы. Вот это от этого человека игрушка. Не, ну, я могу понять вопрос человека. То есть, как бы, я тоже сначала посмотрел, думаю, что-то это какое-то. Вот это я уже видела всё. Ну, всё-таки, в чём здесь основная особенность? Это именно в этих сужающих сезонах, в быстрых плотновении игроков. Опа, опасненько. А, не-не-не, со снайперки. Ну, за что так? За что так? За что так? Так, надо переключиться. Ты знаешь, откуда это было? Нет, понятия не имею. Надо срочно тячкой подхилиться. Фух. И энергетик выпить. В эту игру в одиночку выжить практически нереально. Боя команда возьмёт ключи и перестрелит. Да, в команде немножко иначе. Там и тактика, и всё остальное. Там в встрече обсуждают, страшный тот босс, на который вы похожи, или не страшный. Тут страшная игра, а не боссы, блин, каких-то вы обсуждаете. Если в дом играть, высадка в одном месте будет? Так, я понимаю, вместе же вы прыгиваете, да? Ну, там как договоритесь, в целом, да. Блин, я не могу залезть сюда, чтобы совсем спрятаться. Я только что зашёл, трешовая ли игра? Вообще нет, вообще не трешовая. Очень серьёзная игра. Стоп, я же выпил. Энергетик, алё. Слушай, мне кажется, этот парень тебя уже не отслеживает. Мне кажется, он надоело бы уже. Потому что уже ограничение зоны идёт, что-то как-то... А, нет, нет. Я думаю, после следующего изменения радиуса мы будем в зоне. 9 секунд сейчас узнаем. Ох, страшный босс. Может, в командной игре поиграете? Было бы интересно, но... Для командной игры нужно координировать все перемещения, то, что там собираете, не собираете. И поэтому нужно, естественно, общаться между собой. Но сейчас мы не можем это устроить. И там мало ли у кого какой микрофон бывает, там знаешь, вот это вот всё. И в чём интересно сидеть на одном месте? Дима просто боится. В смысле, в чём интересно? Чтобы выжить? Алё, ребят, вы чё? Я сейчас приехал, сразу схлопотал пулю. Меня чуть не убили и снайперки. Благодаря тому, что я сейчас здесь сижу, я жив. И уже вошёл в тридцатку выживших. Дима, что за извращение? Как ты играешь? Ты насилуешь понятие ПК гейминга? В смысле? Я играю на проекторе с клавомышью, мне вообще здорово. Вы чё, ребят? Я вот так вот на диване просто с клавомышью развалился. Это наш ответ консоли холопам, которые такие, о, я могу развалиться на диване с геймпадом в руках, а я могу развалиться на диване с клавиатурой и мышкой. Так что, до свидос. Убил уже номер один. Да какой номер один? Сами видите, здесь Дим сидит в уголочке. Очень страшно. Смотри, из калаша убивает людей просто. Паскаль убил Майер Херт какого-то. В бункер иди, один из них рядом. Так как я помню шикарные нычки. Нет, я не пойду в бункер. Понимаете, что не надо бегать по всей карте, надо стремиться к центру круга, потому что, когда он уменьшится, вы будете, ну, либо в зоне, либо недалеко от следующего круга. А вы вообще из офисе стримите? Или дома у кого-то? Конечно, из офисе. Из издательства. Самое смешное, что я вот здесь сейчас сижу, а тут чувак может до сих пор сидеть на горе. Да по-любому он ушел уже. Ты его явно пересидела, тебе отвечаю. Нет, нет. Дима, где экшен? Вот там с горы сейчас какой-нибудь этот, с восьмикратным скопом, да. Да не ждет он тебя уже. Таких... Это вы так думаете, что не ждет, а он там. Сейчас сзади с ножа нет, там был тупичок. Дима обезопасил свой зад. Да. Сегодня впервые взял первое место. О, поздравляю, Стармас. Поздравляю, поздравляю. Это сложно, молодец. Консоли халупа могут играть стой на голове, а вам слабо? Нет, мы... У нас есть мозг. Мы не будем так извращаться. У них контейнеры падать, и там тут лук. Я никого не хочу обидеть, это шутка, я надеюсь, все понимают. Вот, видите, мы в зоне, нам не обязательно сейчас куда-то дергаться. Мы будем здесь пока сидеть, а остальные будут друг друга убивать. Я сама люблю тоже так по кемпериде посидеть в удобном месте. Все-таки это бы мне надоело, я пошла бы еще что-нибудь искать. Слушай, играя в эту игру, у тебя такое напряжение, что ты прям вот... Тебе хочется выжить. Ты как на войне, готов сидеть. Слушай, я представляю сама, что, кстати, хочу мне тоже порой. Очень напряженная игра, я не понимаю, как люди играют в нее там по 20 часов. Она выматывает серьезно, потому что, ну, блин, такое напряжение. Ты прислушиваешься каждому шороху, кто где топает. Я в твоей сессии, давай договоримся. Ты не входишь в бункер ко мне и моим пацанам, а я тебя не убиваю, сразимся в конце. Поп-поп-поп. Да сам видите, как это не работает. Дима в бункер не пойдет. Он уже отказался по тебе. Бункер, он... Вот я знаю, что есть, короче, бункер вот здесь. Есть, по-моему, бункер где-то вот тут. Сказали, что с тобой еще какой-то бункер есть? Тут бункеров я не знаю, и как бы не хочу в них соваться. Сейчас, там с Аскарой уже убиваются эмочки. Но у меня эмочка топовая. Правда, мне будет еще вот приклад найти и прицел получше. У меня даже прицел есть. Ой, глушитель, точнее. Рядом близко прицел... Это, стреляют, стреляют, ребята. Игроки в подобные игры бывают сровные, так что он может там до сих пор сидеть нормально. Лучше пусть он переждет. Да-да-да. Лучше его пускай зона подожмет с горы с этой и выгонит его оттуда. А я буду в безопасности, но недолго. Потому что сейчас начнет сужаться, и она перейдет куда-то вот сюда. И нам надо будет идти по горам. Офига себе, такое большое открытое место. Да, и тут как бы пусто все. Горы, конечно, это все прекрасно, но, блин. И мне очень нравится играть на проекторе. Прям очень классно. Реально, большой экран, все видно. Я даже убил чувака, видели на каком расстоянии? Нет, это было молодец, конечно, я удивилась. Я тебя этого не ожидала. Я сам не ожидал. Я думал, он уйдет или меня пристрелит. Кто-то едет. Кто-то здесь. Стой, это мы. Убьешь – убью. Кто-то проезжает кто-то. Говорит один, что это они. Если будешь их убивать, то тебя убьют они. Кто-то проехал. Это типа наши зрители. Кто-то проехал рядом, но наш УАЗик на месте. Его никто пока не трогает. Это мы палили, бежим в твой город, сиди тихо, не шастай. Да, я не верю им. Вот. Это тактика победителей. Вы, короче, берете и садитесь на баллон с газом. И все нормально. Все нормально. Вот так вот. И зона бомбежки, да? Еще едут. Где-то вот здесь едут. Ну ты как-то бы сел так, чтобы из окна было видно, а то вообще не видно. А я вот так и сижу, чтобы видно было. Нет, до этого нет. До этого так не видно из окна. Не надо, меня тоже могут увидеть. Ой, не-не-не, садись. Не то нажал. Стрим-снайпер с 12х прицелом, беги от него. Едут, едут. Вот минус стримы все тебя могут спалить. Где-то едут. Где-то вот здесь. Он остановился. Сколько всего осталось еще? Он остановился. По нему работают. Все, его убили, кажется. А-а-а. Огонь, страшно. И их осталось 16. Как бы лишний раз не дергаемся, и мы живем. Блин. Еще кто-то здесь. Там с горы работают. Вот здесь. На НЕ где-то. Н, НЕ. У тебя проблемы. Да я знаю, что у меня проблемы. Здесь куча народу. Зона, да, зона вообще туда сузилась. Блин. Через окна можно стрелять? Ну, наверное, да. Это мы тронешь, убью. Мы тебя не трогаем. Да, конечно. Блин, вылазить очень страшно. Потому что, серьезно, я высунусь, и все, и капец. Кто-то прибежит, скорее всего, с горы сейчас спустится. Когда будет таймер поджимать, они просто спустятся, заберут мой уазик и уедут. А я останусь с носом. А сейчас зона довольно маленькая уже, и она будет дамажить ой-ой-ой. А делается, ты подойди просто к Диме. Что это в самом деле? Нет, я буду здесь сидеть. Я хочу жить. Нас там четверо, а ты всего один. В смысле четверо? Это соло-режим, Ален. Пацаны, вы чего меня обмануть-то решили? Вот это листва, конечно, отключить бы ее к чертовой бабушке. Ни хрена жена. Да? Здорово. 50 секунд. Блин. Беги. Стало время садиться в машину и ехать. Да. Беги. И 12. Работает где-то слева. На юге. Черт побери. Да, опять ты в этот тупичок. На горах нет. Никого. Так, стоп. Беги. Беги, беги, беги. Все, мы въехали в зону, можешь бежать. Мы ушатали челов на горе и того снайпера. Лети как ветер уазик, лети. А ты пробовал не по прямой ездить? Так, а где у меня метка? А у меня нет метки, серьезно? Ааа, нет, 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 нет. Ты че делаешь-то? Ты че делаешь-то, господи? Ты видела, че творится? Да, вообще. В пустом поле встретились. Давай, одиночество. Давай, догоняй его. Догоняй работу по нему. Надо вот сюда куда-то сесть или нет? Вот сюда. Слушай, там у тебя чувак на лазике ездит, а ты карту смотришь. Я бы поехал догонять этого мужика, набирал бы наше состояние, а тем не менее, отпускал бы себе его. Ааа, по мне работают. Откуда? По-моему, сзади. Вот сзади и справа, как мне показалось. Черт. Как я так сразу схлопотал? Я не вижу, откуда работают. Блин. Какой был максимальный донат? У нас она, если вы про наш канал, для нас обычный донат идет в рамках передачи стрима по заявкам. И там по-разному вкидывают. Кто сколько хочет на игру. Просто на ходу ты из машины вывалился. На ходу не выпрыгивай. Вот получил намаг. На ходу нельзя выпрыгивать из машины. Можно. Я видела, как Вася вывалился. Это было смешно. Так, все, будем здесь сидеть. Надеюсь, нас с горы не снимут. Садись у вас и едем. Мы уже входим в десятку. Нам надо вот сюда, в этот дом. Он через дорогу. На горе даже. Нет, он через дорогу. Он вот здесь. У вас там все в порядке нормально? Нет, у нас все в порядке. Возможно, просто на стриме что-нибудь предлагает. Пока подождем поджима зоны. У меня... Ладно. Захавываем последнюю аптечку. Почему я не могу ее использовать? Вкус, сядь, не дыши. Что? Вкус, сядь, не дыши. Блин, не нужен энергетик. Или... Лайф или нет? Да, Андрюша, это лайф-трансляция. В разделе трансляций. Очень страшно. Да, Дима, ты прям мастер. Я офигею, если сейчас мы эту катку выиграем. Я ни разу не знаю. Нычки, видимо, все уже и уже. Следующая нычка будет, видимо, просто сядь. Да, следующая нычка будет гроб, ребят. Нас просто похоронят. Пристрелят и положат в коробку. Сейчас зона начнет поджимать народ. Вот отсюда. Все с этой горы начнут спускаться. И здесь тоже. 8 всего 8 человек. Тут, в принципе, тоже возвышенность, но меньше народу, мне кажется, будет. Потому что зона сверху... Что у вас со светом? Вы вроде в Москве, а не в Питере. У нас со светом сжалюзи на окнах, потому что мы играем на проекторе. Он вот такой маленький, а экран вот такой большой. Маленький, большой. 90 или 100 дюймов. И для, естественно, для комфортного отображения проектора нужно, чтобы в комнате было темно. Поэтому сжалюзи на окнах. Зона сжимается. И мой пукан тоже. Потому что сейчас начнется замес. 8 человек, ребята, 8 человек. Все, все, ты уже в топчике. Можно вылазить и бежать. Какой топчик? Меня сейчас нашинкует тут. Я правильно указал дом. Нам нужно туда. Так, работают на СВ. На горе. 6 человек. Лучше выходи сейчас. Оптимальное время. Не знаю, мне тоже кажется, такое себе до последнего момента сидеть и потом нестись. Подождем секунд 30, потому что могут люди вот там быть наверху. Или вот здесь. Сейчас самое время как раз сидеть у синей зоны, потому что все ломятся в белую. И таким образом ты можешь их прикончить. Я к тебе бегу. Умоляю, кинь аптечку. Там три снайпера на юге. Да, вот три снайпера на юге, я поверю. Потому что огонь идет оттуда. И я никого не вижу, к сожалению, на горе. Сейчас такой к тебе зритель заходит. Э, мужик, аптечку дай. Да уж. Блин, не бы энергетик. Пять живых, пять. Не бы энергетик. Жди топ-5 и беги. Ну вот все, топ-5. Опять есть. У меня нет прицелов. Никаких. Блин, Вася был прав, что ли? Он на горе, этот дом серьезно? Да. Я просто на открытой местности. Ползать можно? Забирайся. Пожалуйста, забирайся. Да, еда, прыгай, прыгай. Забирайся, господи. За дерево, за самое толстое дерево. Беги, беги. Когда мигает красный, значит, кто-то за зоной. Вон, бежит. Кто, где? Ну, давай, работай по нему, что-то. Да, блин, что ты так спалился? Вылез бы поближе к нему, ты же его так не видишь из-за вражка. Да, блин. Ну, шо ж ты так, а? Шо ж ты? Да, потому что я был переключен на... Ты сейчас реально себя спалил? Да я не спалил себя, он видел меня уже, когда я запрыгивал на гору. Я начал стрелять по нему очередью, а надо было одиночками в голову. Блин, моя ошибка. Ну, ладно. Вот этого я думала, что ты убьешь. Я тоже. Я тоже думал, что я его убью. Тут начал стрелять очередью, и прицел вверх ушел, и все. Там поздняк метаться, он меня уже прикончил. Блин. Попробуй сейчас в этот кратер забраться, если будет рядом. Там зона не формируется. Туда можно идти, когда команда играешь, когда вчетвером, вас много, вы прибежали, быстро все лутонули, потом на тачку сели, уехали, и уже там распределяете. На телевизоре играете, что ли? Мы играем на проекторе. Мы играем на проекторе. Маленький проектор, который вот такую большую картинку выдает. Он вот такой маленький, стоит в 30 сантиметрах от стены, и он показывает вот такую гигантскую картинку, учитывая, что он стоит всего в 30 сантиметрах. Если поставить дальше, он вообще на всю стену может изображение выдать. Очередь, где нужно брать ниже. Что? Нужно очередь ниже брать. Да, да, я и говорю, я зажал, и прицел вверх ушел, моя ошибка была. Что тебя вечно в воду тянет? Да потому что там начинают стрелять, долбить. Еще пока ходишь, натыкаешься на невидимых людей, которые еще не прогрузились. Блин, очень обидно, вот очень обидно, всегда очень обидно, когда проигрываешь на топ-5 или еще что-нибудь, притом так глупо. Не, знаешь, ты знаешь, не очень обидно, когда еще ты, например, не видишь, откуда ты сняли, но когда вот перед тобой мужик бежит, ты такой, ну вот-вот, частый пулей, да? Просто не перестрелял его. Я имею в виду, если как раз начинает число игроков в верхнем правом углу мигать, значит, это дозон, и пользуйся этим. Что? Вась, можешь сделать чуть-чуть еще потише? Нет, мне в наушниках. Понял тебя. Так. Ну, кажется, мы летим в Ясную Поляну. Хотя мы можем не долететь до нее. Нет, не пишет. А вообще не кажется, что это Георгополь. Георгополь? Георгополь, да. Ну. Я его не видела еще. Блин, Георгополь. Мне кажется, там много народу будет сейчас. Ладно, летим в Георгополь. Да, вон рядом люди летят. Где? А вон, в сторону куда-то полетел. Ну, ладно. Слушай, он что-то большой, пока найдетесь. Вот эти высотки облутаем. Одну хотя бы, может, две. Это же с красной крышей, или которые у них серые? Вот эти. И уже кто-то кого-то убил. Так, на том берегу есть человек. Они пойдут туда. Вообще быстрее. Вон там какой-то человек. Ладно, вот здесь. Это плащ за 5к до Димы модной. Тачка уже какая-то едет рядом. Вы серьезно? Ударом? То есть, кто-то кого-то просто с руки убил? Да, там или сковородка, или мачете. Отлично. У нас сразу есть шмотки. Я тоже не против графика дома играть. Я тоже с такой графикой хочу дома играть. Даже пофиг, не с такой графикой. Хочу со стабильным фокусом, с нормальным играть. Ну, графика здесь норм, кстати. Ты в плаче похож на антагонисты из Эвел Визен. Это хорошо. Так, ни хрена нету больше. Рюкзак есть. Это самое, жилет есть. А что в них засовывать? Нет? Убивай сковородкой, это бесценное, соглашусь. Да, там есть мачете, есть сковородка, эмочка. Офигительно, эмочка, чуваки. Это же какой шанс, что он выпадет? Дима, откуда у тебя выпал плащ? В какого раза? Я просто получил ключ от разработчиков. На плащ? Да. Ну, в смысле, это как делюкс-версия. А, это его. Там идет ящик с вещами. Но там не обязательно было плащ или обязательно? Ну, это как набор идет, этот с плащом. О, более крутая эмочка. Это типа Дэй Зи без зомби. Ну, вроде того. И только еще с поклонением игроков друг с другом усиленно. Как бы это правильно? В мачете нам не нужен, лон нам тоже не нужен. Мы не Гордон Фриман. Так. Рюкзак второго. О, да, второго. Отлично. У нас есть чок-бор, но у нас нет третьего рюкзака. Класс. Или это не рюкзак был? Это был жилет. Там нужно крысить, или это типа бана боют, или игра убивает, что? Там все. И крысить, и игра убивает, и все на свете. Люди в КСГО, кто играет, он играет. Все играют в КСГО. Я не играю в КСГО. Я недавно даже ополчила, что у меня какое-то издание брало интервью. Говорила, ну там, был опыт, как-то начал играть. В какой-то момент я помнила, что вот, будучи подростком, ходила в интернет-кафе, был момент, когда я играла даже в Контру, и написал, в общем, редактор поправил. Будучи подростком, ходила играть в КСГО. И сначала люди в комментариях пишут, ли это, что играешь в КСГО, и я такая, нет. Потом захожу по ссылке, смотрю, там, комментарии к интервью. Ой, какое это же будущее подростком, сколько же лет назад было, бла-бла-бла. Я такая, ребят, это что за самодеятельность такая? Не знаю, много девчонок играет в КСГО. Ну, извини, никогда я была в подростковом возрасте. Ну, в подростковом тоже. Я про тебя говорю. Ну, я понял. Так, у нас что там по зоне? Мы в зоне! Ес! А почему у меня точка стоит на Ясной Поляне? Нам надо куда-то вот сюда. Так. Вон, вон, в чате переписка людей, которые не играют в КСГО. Нужно вот в ту высотку перейти. Тем временем уже 50 четверо живых. Вот, да. Игра только началась, а уже почти все мертвы. Для половины точно. Какой же высотку, а не в маленький домик? Ну, здесь есть... Проход? Гаситель. Где-то игрушку купить, купить ее в стиме, конечно же. В стиме, да, можно приобрести ее в стиме. Она находится в раннем доступе, но, в общем, не думаю, что вас это сильно остановит. Компенсатор, цевьё. А, это угловое же, точно. Что-то туплю. Все, более стабильное. Теперь у нас эмочка. У меня шлем второй. Тактическая ложа. Ты какой тактики придерживайся в ожидании? А тут, да, тут как бы одна тактика, ну, как мне кажется. Ты, конечно, можешь сломя голову идти, типа я Рэмбо всех перестреляю, но это так не работает. Мне нравится вопрос, что за железо, даже не на минималках играет. Как-то странно, значит, знаешь, даже не на минималках, а как будто еще ниже. Обалдели вообще, даже не на минималках. Просто сидят тут и на своем проекторе на высокой графике играют в Battleground. Все? Какая больница? Зажрались просто вообще. Роман, я не очень понимаю, как в больнице ты говоришь, если честно. Больница? Ну, блин, я не знаю, где здесь больница. Я плохо ориентируюсь в карте еще. Нет, она про меня говорит, я не с тем понимаю, что человек имеет в виду. Игромания, привет, разбаньте в группе, я больше не буду спамить, пожалуйста. Вот, ребята, думайте, два раза перед тем, как я спамюсь в группе. Я только сообразил, что у меня нет аптечек, вообще нифига нет аптечек. У меня есть энергетики, болеутоляющие, а аптечек нет. Мне бы не помешало. Так, чокбор у меня есть уже. Мне бы не помешал дробовик какой-нибудь и аптечка. Сколочный гранат, ну ладно, давай возьмем. В этой игре большая карта, но не очень, на самом деле. Нормально, это такая карта. Я видела, я видела карты побольше. Ох, и сейчас вы сравниваете эти карты. Как ты этот дот от игромании? Ну, зачем? У нас не так давно был турнир по доте, там вот было дота в количестве почти каждый день. А сейчас, да, сейчас от нее отдыхаем. Как тебе хардкорные игры по типу вердуна? Что? Я не знаю, что такое вердун, если честно. Я даже не в курсе. Может, это обечатка или какой-то прикол? Нет, мы называем вердун. Как? Вердун. Вердун называется игра. Без понятия, я не играл в такую игру. Мы про нее не знаем. Вердун на какой-нибудь шутер от первого лица ищет эти первые игру на новой войне. Нет, точно не играл. А журтарбачки что-то говорили про нововведение оружия там новое добавить или как? Да, мне кажется, пока нужно над оптимизацией работать. Да, в чате уже показали, что вердун не играть в первые ботлы. Так, нам пора сваливать. Ой. Как видите, Дима не в курсе, ему не интересно. Мне это уж тем более. Я как-то исторические военные игры не люблю. Блин, в Георгополе тоже люди по-любому есть. Ладно. Какие характеристики ПК? Алексей, зайди по ссылке к нам на Твиче, там написано характеристики. А внизу должна быть ссылка. У нас есть УАЗик, и я думаю, он нас сейчас спасет. У меня, конечно, нет ни прицелов, ни фига вообще. Ужалазь. Ухо-хо-хо-хо, это там побежать. Да. Нормально взрывы. Ну, что, серьезно, мы здесь не проедем, что ли? Странно, на самом деле, что не разрушается. Мне кажется, просто надо скорость набрать. Тебя под библией или это что? Да, капец. А, здорово. Какие ваши любимые жанры? Отвечается, Дима. Да, я не выделяю никаких определенных жанров. Много игр, многие из них хороши. Я за себя могу отъявить легко. Я подсчитаю игры РПГ, я подсчитаю Адвентюры, в общем, те игры, в которых есть сюжет и атмосфера. Ну, так, я не знаю, какого-нибудь хорошего экшена или пошагового стратегии. Как бы сейчас не перестрелили меня. Он врет, он обычно в шутеры играет, и в платформеры. Смотрители даже больше всего знают, что это не выделяется. Ох, я тут пока карту смотрел, я куда-то впилился. Таких, ты не знаю, говорят, сажать за руль плохой водитель. Это еще Басик бы не видели. Я думаю, что я вожу уж, чем вы оба. Нет. Хочешь как-нибудь проверить? Что ты предлагаешь? Вы ножки. Я в них реально мало играю, но игра, мне кажется, нормально может. Я не хочу сказать, что я там супер игрок. Ооо, лежай! Секзалом! Просто на секунду задумался и чуть не умер. Зомик от тебя видела. Так, ладно. Едем дальше. Едем вот сюда. опасно к черту все я просто уеду гони братан гони очень страшно сейчас было я в свое время играл на сеге формула-1 с рулем между прочим на секундочку на сеге руль это это нет у друга просто отец сделал из геймпада просто уже опасно как опасно вали 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 да это я опять выпрыгнул все равно страшно можно играть или на 6 их убить ну где не бинтов даже ничего здесь если играешь командным режиме нужно ли ты в конце убивать свою команду нет должен выжить хотя бы один нет если вот вы играете что нет и можешь пристрелить своего человека как вообще должна сосаден в любом случае груб до здесь открытая дверь здесь уже утоли здесь могут быть люди так если ты играешь команды может быть такое что вот твоя команда останется то есть не один человек а там два или три человека да и вы победите командой да да и не надо обязательно мочить своих до своих не надо мочить вообще но можно можно до случайно так может выйти в общем да можно играть с друзьями и не мочить при этом друзей если вам повезет блин я в залутанном месте здесь нет ни черта абсолютно чуваки мы умрем чтобы вы знали нахалка говорит что брал только третье место сложное очень нет только 4 но в в группе в группе мы брали первое сколько здесь может быть максимальный человек в группе 4 при этом все это не тоже играть по группам да да может быть такое что тут то режимы такие то есть либо до слива одиночка один очка в группе вода либо дуэт либо суте сыграла бы с друзьями было весело о коллиматор коллиматор отлично у нас есть прицел мы немножко не слепые теперь не галстук пятый был но это во время сегодняшней игры а так мы говорим про вообще кбб саморигенции или если нет нет во время сегодняшней игры я занял пятое между прочим они четвертое так что в одиночке прочее на зрями веселее слушай в команде попроще не сказал бы блин я поменял страны как бы противники тоже в команде так что это вопрос что у вас там за все знающий за кадром голос это боже о боже василий о копейки боже василий копейки на ну конечно все залуп на нет ни хрена блин все проще сортили были я всегда говорил что если в игре есть реалистичный сортир то это просто игра уже претендует на нет ни оружия ни хрена нет гордон спасибо мы в курсе люди новости смотрят и читают блин сплошные ботинки мне нужны ботинки магазин быстрого доступа да у меня нет лично не считается за твой опята ты прятался всю игру и убил только одного который от тебя убегал так что вот это было что такое что за лак считается так играется в эту игру спавнятся на перске и винтовки или они рандомно так че у нас зоны они ну где-то лежат да где-то рандомно чуть появляются ох я думаю мы сейчас все еще останемся в зоне но у нас ничего нет мы так не место поди еще еще что-нибудь так тут зовут она уже все здесь у нее другое место другое место здесь кругом поле если я пойду туда то зона сузится и но она в любом случае сузится просто будет больше шансов остаться вне зоны нам сейчас нужно переждать здесь и посмотреть так поменять во первых каску потому что это и уже капец пришел как бы здесь на человека не напороться он может сидеть здесь до сих пор мне кажется бы нашел бы в таком случае не ты чё залазит в самые вообще самые потаенные углы здания что ты не обнаружил человека и могут просто на горе сидеть и смотреть идеально играли пророжденного кемпера ну хоть и да это что да да вот я могу вот так вот просто выйти да вот здесь встать а человек он с той горы может мне в голову бросить стрельнуть с винтовки спрашивает что за зоны я сейчас кратко объясню здесь есть две зоны одна белая вторая синяя в белой зоне можно находиться безопасно синяя двигается в первую очередь и за ней уже идет за синим кругом тебя дома жена чем меньше круг тем сильнее тебя дамажит или зоны постепенно сужаются 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 нужно оказаться в их радиусе действия надо вот сюда то есть грубо говоря белая зона показывают ту отметку до которой снизится синяя зона следующий раз да а красная зона эта зона сейчас проходит бомбежка можете продемонстрировать боже василия боже василий сегодня блин нам надо двигаться отсюда вы оставайтесь на нашем канале нас очень часто проходят стримы и боже василия копейкина вы сможете видеть очень скоро и много блин слева работают сначала здесь затирали на чернорусь не на похоже на звание городов не было это чернорусь который ты имеешь ввиду которая была в армии или в дизе потому что здесь были похожи названия была гадка была ясная поляна бинты ура хоть что-то да ну очень похожа карта я не буду утверждать так как не играл в дэйс только смотрел стримы сергей остальные стражащие василию копейкин появился в чате вы можете с ним пообщаться блин в горле пересохла вообще очень страшно перемещаться здесь по горам я бы наоборот сейчас находимся в невыгодной позиции потому что везде могут быть враги и они скорее всего лучше оснащены оснащены потому что как это пуст потому что мы точно хреново и гидроа 31 уже дурацкий вопрос если бы из варфейс убрали баги и донат вы бы играли я не не интересны такие военные игры это интересно сюжетик атмосферы и вообще не самая большая поклонница ему в принципе сейчас мы схлопочем пулю вокруг стреляют так церковь собор 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 как-то под горочка это надо пройти дело вот сюда так чья-то баги блин просто в открытом поле бегают сумасшедшие кого спасает себя или противника хотя можно здесь посидеть а нет не стреляй пожалуйста нет кто-то где ты очень страшно сейчас был хотя бы стыд и 130 оказался там люди нажал в тот ангар залезть это приманка то снайпер это непростая баги а вот она чё это не младкая мысль блин делать кусты исчезающие на разных уровнях графики дурной тон но это во всех играх так капец зона сузилась кстати говоря блин в домах все сражаться надо будет жесть меня как-то здесь неспокойно посреди поля машина машина но он видела еще кто-то на инъезд или оттуда блин вон он бегать до сих пор до кон там блин воюет скорее всего с кем-то и давай что мы и беги 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 быстрее нет никаких прицелов мне ничего нет не могут вон он сидит он не может снять попробуй попробуй его снимать молодец уже господи как страшно я буду себя открыты кто что блин я не видел даже откуда он стрелял из ангара да скорее всего блин что за игра александр игра написано в названии так хочется дойти до первого места просто вообще невозможно очень хочется обидно да если кому интересно но вновь прибывшим всем привет это игромания на диване дмитрий кудряшов лея радна проектор от lg который вот такой маленький стоит в 30 сантиметрах от стенки и выдает нам почти сотку диагональ если его поставить дальше он конечно будет выдавать больше но у нас к сожалению экрана не позволяет вот и это слову о удобстве пока гейминга кто вы откуда вы ну я только что озвучил там просто задержка вот плюс короче проекторов то что в отличие от монитора вы берете до 4k монитор например и вам видеокарту нужна довольно мощная чтобы обрабатывать все это дело в 4k и нормальный фпс выдавать проектора разрешение full hd но он может выдавать вам очень большую картинку для этого не нужно больших мощностей в этом плюс в общем например раз неделю играем передачи игромания на диване играем с этого проектора и пробуем на нем разные вот так вот развалился просто на диване с клавиатурой с мышкой смотри вася ответили как с вк стримить с пк а генчик отвечает что он должен скачать вк лайф вася ты в курсе да это не так работает не 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 это вася ответили теперь вася знает ну ладно рыжий топчик лайк рыжий ну спасибо блин я хочу выиграть что за дела вообще ни о чем товарищи не забывайте что у нас когда вы учитывая что вам вам экран показывается с вебки она вообще абсолютно не предназначен для этого и цвета соответственно не те и фокус вообще не тот абсолютно так что делайте скидку на то что вы видите картинку гораздо хуже чем она есть на самом деле да поверьте что качество на самом проекте всего все хорошо так сосновку бы не полетим хотя там ну там много народу сейчас будет сосновки сторону гадки рванем блин я не один туда лечу а сколько еще человек кто-то здесь рядом только что падал куда он делся непонятно левочка-то был рядом ладно да я недалечу мне кажется цену проекта так и не нашел ну это сделать запрос в проектор все ссылки на проектор есть в описании если что но модель в описании есть точно модель тысячная сколько вначале игроков 100 то есть уже десятку порывали ничего себе быстро да да они просто очень быстро приземляются и типа попрыгивают и сразу поражают да то есть там может просто народу куча быть в одном месте поэтому нужно высаживаться в сторонку чтобы можно было спокойно залутаться и более-менее экипированным уже идти в маленькие зоны ну закрывайся в чем смысл игры выжить выжить и убить всех остальных пистолет и сразу не буду брать нафиг он нужен я надеюсь найду здесь что-нибудь годное чем дольше сможешь выжить чем больше убьешь людей тем ты круче и больше тем больше очков получишь да господи ну закройся ты блин ни хренашеньки нет уже да видимо нет или просто не заспавнилась здесь просто нет ни черта а вот здесь я думаю будет поинтереснее хотя это может место такое не не очень богатое ну это выживащик чем принципиально отличается от других тем что игра очень быстро ставливают игроков друг с другом заставляя их оказывается в определенной зоне то есть нельзя бегать по всей карте сколько он вздумается и там будет совершенно раз ну стандартный батл рояль на самом деле но так скс 7-62 патрона отлично то есть долго здесь выживать не получится игра так или иначе ограничена по времени да блин ладно так как у нас скс только давайте возьмем а нужно одеть это нет это не остаться просто уйдем и очень модный плач за 5к да он стоит на торговой площадке столько это ничего не значит так коллиматор блин мне нужен еще один коллиматор чертова вери вот это очень плохо когда нет ну есть что взять но нет куда это запихать спрашивает у нас зритель как игра 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 отличная у нее есть некоторые проблемы с оптимизацией но она классная я тоже говорил что несмотря на то что я в принципе не очень люблю шутер но даже мне хочется поиграть потому что она выглядит интересно но в компании в одиночку мне было бы скучно и быстро бы бесилась вы бы еще посмотрели запись прошлого стрима где Вася вместе с Димой играли вдвоем на стриме вот это было весело да блин ну серьезно ну вот серьезно дайте мне рюкзак хоть какой-нибудь так это блин да кому он так это надеюсь 416 да отлично 416 так вертикальный цевиё пламегаситель блин 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 ну да ведь можно выиграть не сделать одного выстрела но это вы про эту игру? чёрт побери ладно скс выкинем я так не думаю в втором случае надо убить хотя бы одного человека хотя если знаешь остается двое игроков и последняя отгумит наворачивается случайно где же есть урон с падения да? да Был добавлено. Так, стоп. Ой, я помню, когда Дэйзи только вышел, там такой просто чудовищный урон с падения был. И вообще это моментально дох просто от всего, от каждого чиха. Они потом это пофиксили со временем, но сначала это было прям вообще за захожим урон и понимаешь, почему ты дохлешь через 5 минут. Блин, очень плохо все. Тут есть что взять, но мне некуда это положить. Это отвратительно. Так, нужно вот этот взять. А, чок, 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 алло, чок снять? Да, блин. Снять чок, этот убрать, взять вот этот пятизарядный. Стрим поутласса не будет, но поутласс буду играть я, Аня говорил, что составит мне компанию. Так что надеюсь, это будет забавно. Мы не в зоне абсолютно. Главное, берегите ваши уши, друзья. Блин, зона сейчас начнет сужаться. Да что ж такое-то? Очень нужен рюкзак, прям очень. Душу бы продал сейчас за рюкзак. Просто в поисках рюкзака, в поисках рюкзака. Ну, блин, МК с патронами, все классно, конечно, оружие, это хорошо, но... Ну, а каска. Камон! Какой... Да я даже бинты взять не могу, там дополнительные были бинты. Что, совсем нельзя, да? Да вообще, мне некуда складывать. Я поняла. И нам нужно бежать. Блин, это отвратительно. Бежать очень далеко. И учитывая, что половина народа уже... Кто сказал, продал бы душу, у меня для вас, Дмитрий, есть очень выгодное предложение. Давай рюкзак третьего уровня, каска третьего уровня и бронежилет третьего уровня. Было бы неплохо. Что ты готовы тогда дать? Душу? Да. Но никто не сказал, что она у меня есть. Нет, подожди, это моя тема. В смысле твоя тема? Моя тема. Душу продавать? Блин. Лей, микрофер, я хотел на класс 2 напроситься, но мы все стяной столет, скажешь, что все заняты. Ну, конечно. Это святое дело пройти второго класса. Нет машины нигде. Черт побери. Даже бежим в зону, где взрывы сейчас будут. Чего ж так везет? Пока бежишь по краюшку этой зоны. Вы знаете-ка, на чем-то бета-квейк-чемпионс. Я не в курсе. Может, Василий Копейкин подскажет, но... Люцифер смотрит. В этом месяце, но это еще не точно. Пипец, так развалился и играет. Разве это удобно, Дима? Как ты мог? Как ты мог так развалиться? Ребят, вот вообще отлично. А ну, соберись давай. Мне здорово. Уже полотенник вырезали? Ты только из дома вышел. Да. У меня даже рюкзака нет. Я просто бомж. Бегаю. Бич. ЗБТ начнется 6 апреля, написано. Воу-воу-воу. 6 апреля, говорит, будет ЗБТ. Ждем у класс 2 от Лей и госпожи Анны. Что, не знаю про Анну. Пожалуйста, дайте мне рюкзак. Очень хочу, очень надо. Какой классный гипплей. Рюкзак. Отлично. Теперь бы мне еще вернуться туда и собрать все патроны на М-ку. Потому что у меня их шиш да не шиша. Какой классный гипплей. Только два человека внизу экрана все портит. Привет, тебе, картошка. Мы тебя тоже очень любим. Привет. Мы здесь для этого и, собственно, себе. Если хочешь, если тебе нравится игра, господи, купи эту игру и играй мне сколько угодно. Не понятно, где тебе еще. Ну, тогда же ему никто не будет ее портить. Давайте сядем на сраный трактор и уедем. Но мы не можем. Блин. Что за игра? О чем она? Чтобы выжить самому и убить всех остальных? Все очень просто. Да. Но не так-то просто, как звучит. Вот мы бежим от зоны, которая нас догоняет потихоньку. Но мы успеем, я думаю. Ну и первая зона, она не так сильно коцает. Вон бежит чувак на гору. Надеюсь, он нас не видит. Где? Да вон он. А, да. Ну, где не видит? Ну, так ты тоже не убьешь. Беги. А вот теперь он точно знает, где ты? Пусть бежит. Сверкает пятками. Я по нему месте уже текала бы отсюда наверх. Ну, конечно, он будет убегать дальше. В гору. Ему нужно... Хе-хей! Ладно, я не буду читать. За камнем, возможно. Ладно, черт с ним. Он здесь уже все лутонул. Игра без сюжета и лора. Фу таким быть. Ну, кому как. Слушай, ну, не всем играм нужен сюжет и лор. Как бы надо принять за данность, что есть игры, такие вот короткие игровые сессии, батл-арены. Они тоже нужны, важны. Сколько сотпроектов? Подскажите, народ. Все ссылки в описании, да. Вы можете пройти в описании и посмотреть там. Подожди, там не указана, по-моему, цена. По-моему, там указано просто описание модели. Но, в любом случае, я думаю... Есть кнопка, где купить. Да, есть кнопка, где купить. Это не так важно, потому что... А-а-а! Зона, зона, зона! Зона поддираем! И еще бомбежка сразу. И бежать еще три года. А-а-а! Вот это я, конечно, сейчас лоханулся. Прощай, бить. Не, я выживу. Там недалеко бежать, действительно. Короче говоря, в любом случае, это будет дешевле, чем телевизор с такой диагональю. Мне кажется, в несколько раз дешевле. А вы еще на Твиче стримите? И на Твиче, и на Ютубе тоже. На трех площадках сразу. Ну, мы будем победителями по жизни в этой катке вообще, если нас сейчас еще и бомбежка накроет. Ну, потому что, алло, вообще... Есть что взять, некуда положить. Взяли какой-то беспонтовый рюкзак первого уровня. И... Ох, сейчас меня прикончат. Ох, я прям чувствую, как сейчас из домов, из каких-нибудь... Прилетит мне. Все, я же говорю, оставалось только вот это вот. Просто попасть под бомбеж. Ой, горит моя жопа. Слушай, получилось 71 очко. За 10 игр можно получить уже 700. Это хватает на покупку сундука. Все-таки обновляются раз в неделю, да? Да. Нормально. Блин, ну это... Ну, обидно. Обидно. Было что... Вот, этот элемент рандома, он половину просто решает. Странно сравнивать телек с проектором. Ну, почему бы и нет, на самом деле? Ну, да. А с чем его еще сравнивать? С чем действительно, да, еще сравнивать проектор? С кофеваркой? Давайте нам Хелл Боша ответит, чем ему кажется это странным. На самом деле позорная смерть. Очень позорная смерть. Блин, как классно он так играет. У нас на чате продолжается. Вась, я, короче, переезжаю. Я не буду платить за квартиру, я переезжаю в студию и буду вот так играть всегда. У нас продолжается в чате холивар. С красивой картинкой, с нормальным фпсом, короче, и вот с диагональю здорово. И вот даже голову не надо поднимать, я просто вот растекся по дивану, и мне здорово. Чуваки, проектор, это классно. У меня на самом деле дома, ну, даже телека нет. Я не смотрю телек уже очень много лет, потому что там ничего не показывают интересного. А то, что мне нужно, я могу найти в интернете и посмотреть там. Вообще странно рассматривать, что проектор, что телек, как игровой девайс. Ну, это не игровой девайс, это... Ну, это как сопутствующая техника. Средство вывода информации, почему бы нет. Как монитор, чё бы нет. Кто-то покупает телевизор вместо монитора. Точно диагональ больше. В целом устраивает там картинку людей. Давай, лысый, иди сюда. Лысый негр? Тут иди сюда, ну, сколько быть этим брасистым. Грома, не выдайте зарплату деми-проектором, пусть какую-то рекламщику можно мне? Что? Нет, ничего. Я просто тут наушники нацепил и всё, потерялся. Как насчет ламп? Все молчат, но как же они ходят? Сколько лампы стоят отдельно? Не знаю, это специальные лампы, что ли? Ну, диодные вообще, как бы. Ну, да. Меня отец не видно. Куда летим, куда летим, куда летим. Блин, в починках будет куча народу. Просто куча. Серьезно, карты не видно. А зачем тебе картошка нужна карта? Чтобы нас искать? Ладно, летим сюда. Вот тебе большая карта. Опять туда же летим. Дома обувь не снимаешь, холодно. И если ты про меня, то я не дома, я в офисе. Да, мы обувь-то в офисе сидим. Сейчас бы щеколоксу босиком бегать. Да. В халатике. В халатике босиком и развалиться на диване. Пора вводить это, короче. Новый дресс-код. Стримодел. Так, вон там народ справа. Блин, да ладно, он в бункер летит сюда куда-то. Я пролетел. Аутист. Увлекся. Падай, 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 падай. Ну, хотя бы не в зимней обуви, но вообще-то это зимняя обувь. Блин, рядом человек, прям рядом. Прям очень рядом. Ну, догони, добей его кулаками. Хотя бы умеешь, как это происходит. Нет, я пока... Пока это самое бегу... А дело бы легкое что-нибудь. Нет, спасибо. Пока на улице есть еще лужи и снег, я буду одевать что-нибудь соответствующее погоде. Нужно как можно быстрее просто взять какое-нибудь оружие. Желательно, чтобы... Ооо. Хоть и рюкзачок. Да. Я про сменную обувь. Ну, давай, дай пистолет. Блин. Такое, фи... Ооо, третьего уровня. Мне норм, спасибо. Офигеть. Третьего уровня шлем. Класс. Сколько максимум за один сеанс можно использовать данный проектор по времени? Да мне кажется, пока не надоест. Ну да. Вот и все, вот. Он там залутался, быстро просто прибежал. Он видел меня, он просто взял сразу пушку и прибежал сюда. А я уж успел только приземлиться, взять долбанный рюкзак с каской и пистолет. Я даже его сейчас не слышал, что он прибежал. Жесть. Просто, ну, блин, обида. Черт. Вот, серьезно, я его даже не слышал. Он ее в спину сейчас навтыкал. Даже веселее, чем первый. С чего он не убил? Блин, там уже... Вот и самое прошло. Обидно, очень обидно. Даже веселее, чем в самом начале стрима. Да, в самом начале-то вообще... Ну, что-то началось, видела, да, как бы... Покажи окно статистики. Окно статистики? Там все очень плохо сейчас после этих игр. Что вы хотите увидеть? Там и до этого было не очень хорошо все. В соло там что-то 29 тысяч было. Говорят в чате, что тебя убили вроде бы с ружья. Ой, смотри, это не один такого модно плаща. Да, много таких. Ну, не скажу, что много. Вот я пока вижу вас в двоих. Кто еще есть? Ты хочешь найти с него плащ? Я больше никого не вижу вообще, кроме этого парня. Возможно, это Days. Или еще кто-нибудь. Накрывается проектор, есть статья, обзор, тесты. Мне кажется, должны быть, да? Все есть на YouTube, на основном канале. Ну да, вы можете, во-первых, перейти на основной канал Игромания и найти там обзоры. Во-вторых, я думаю, все это на сайте тоже должно быть что-то, да? Да, там скорее статья какая-нибудь есть. Все же ссылки в описании, все есть. Можно спокойно найти. Почему ты постоянно умираешь? Я зашла посмотреть, что за игра. А ты сливаешься и сливаешься. Ты разочаровал нашу зрительницу Александру. Я же специально делаю это. Выигрывать же неинтересно, я специально сливаюсь. Ну, есть на лист. Александра, ау! Алло! Ау! Александра, алло, вы что? За минутную катку, а, за минутную катку 30 монет, за прошлую 71. Так выгоднее сходить и умирать. Ну, кстати, пару. Ну, зато статистику можно убить. Говорят, что выгоднее умирать быстрее по очкам. Нет. Нет, ну, смотри, там 30 минут ты играл, и ты получил 71 очко. Сейчас ты поиграл по аргументу, и получил 30 очков. Ну, блин, это так не работает. Это чтобы кейсы эти открывать. А зачем? Ну, удовольствие ты получаешь от победы, а не от того, что ты какой-то кейс там открыл. Со шмотками. И... Куда? Да, куда. Попробуем туда вот этот, Сталберг. Ладно. Интересно же, Грена, что там? Просто там сейчас тоже народ не будет, мне кажется. Ну, сольешься с нас заново, начнешь, я не привыкаюсь. Подбодрил. Так вот. Если ты выигрываешь там или, ну, входишь в топ-10, тебе дают гораздо больше очков. Так что это не выгодно. Выгодно выигрывать. Ну, вон, кто-то летит сзади. Ну, вы видели, да? Кто-то уже летит сзади здесь. Нас сейчас опять сразу убьют. Вот, Лей, довольны. Ират, об этом уже не раз говорили, так что все уже всем известно. А, я же видела это место. Я помню, вы как-то с Васей туда прибегали. Блин, где он? Он тут где-то летел. Куда он исчез? Я не видела. Или он туда в сторону улетел? А, вон он уже. Ну, здорово, все. Слушай, сейчас... Их еще один. Я даже не успею ничего взять. Мне сейчас пристрелят. Слушай, это такое не агрессивное. А сейчас бы, наоборот, подлетел бы к нему поближе, попробовал вот забить спиной. Да потому что, блин, я знаю, что сейчас будет. Как-то ты, какой-то ты несмелый, Дима. Хватай что-нибудь, оружие какое-нибудь, беги к нему. Ну, прям вообще живо, беги к нему. А не стоит к нему спиной. Ты сейчас реально стоишь к нему спиной? Ну, что ты? На башню это можно залезть? Да, господи, залазь. На башню, не на ящик. Я вот по левой стороне обошлась. Вон он! Молодец, мужик. Там еще один был. Да как, где вот? Мне кажется, это был второй. А тот был в дальней области. Он же проверь, десантировался. Я говорю, полила бы так прошла и... Гаситель сразу поставить. Хо, господи. Вон он. Давай, 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 давай. Ну, что ты делаешь? Ну, давай, стреляй, стреляй. Не к нему, стреляй. Ну, давай, Дима, я в тебе верю. Еще левее. Он еще левее. Вон он. Давай, давай, давай! Да я же стрелял! Я же ты говорил, что он закололится. Я стрелял в него. Ой, я жижал! Без прицела так неудобно. Да какой без прицела? Вон там, вот уж. Что началось-то вообще? Нормально же там, блин, топ-5 вышли. Какого хрена? Это все твое, иди туда, падай. Что твое, иди туда, я бы их убила обоих. Да. Сложила бы живее, чем ты. Ой, надо этот взять. Сундук открыть. Не успел. Мне кажется, что он зашел закололится. Ты про ветку, ты смотришь. Так видно было, я его увидел дальше и начал стрелять, когда он уже был близко, а толку никакого. Почему-то он меня перестрелял. Хреново стрелял. Я не спорю, иначе я бы выжил. Убей игромания онлайн челлендж. У нас все был такой конкурс, на самом деле. Когда играли в Battlefield, там тоже был конкурс по ладонгам Убей игромания. Нужно было убить одного из наших стримеров, редакторов, авторов. Прямо во время прямого эфира на стриме прислать скриншот убийства и получить шанс выбрать клевые-клевые призы. Все, чуваки, я на дезморале, короче. Что-то посос какой-то. Пойдемте что-нибудь найдем в бункере и будем стрелять. А, уже какой-то бомж появился просто рядом и бежит. Посадите девчонку тогда, хоть кто-то покажет, как играть. Не, я лучше умничать буду. Вообще, пойдем в сторону куда-нибудь. Обойдем этот остров маленький. Наркозис будете стримить? Может быть, у нас такой игры пока не было в расписании. И в таблице я не помню. Но надо бы посмотреть, что это. Давай я... VR основу. VR, а, ну у нас ветка бывает игр по VR, потому что... А дайте я посмотрю. Я лично очень вообще люблю игры по VR. Да. Одна, знаете, тоже проблема есть. Когда идет стрим игры по VR, зрители же не могут понять все это. Для них имеют плоскую картинку, они не испытывают тех самых... Не знаю, чувствуют воспечатления, что видит триммер. Это, конечно, будет с впечатлением тоже. Блин, все будут падать в Сосновку и в Милту. Я вот очень жду Star Trek Bridge для VR. Это я прям жду. Блин. Ну, давайте вот туда будем падать. Не знаю, что из этого получится, но мы полетим туда. С того озера? Да, блин, опять кто-то летит с нами. Ну, серьезно, что ли? Ну, смотри, где он, обгони его. Ну, что-то так, не знаю. Меня больше волнует, что какого хрена они падают быстрее нас. Так в том-то и дело, что не вниз. А летят в то же место, куда и мы. Сначала вниз, но ты на парашюте так не долетаешь. Да, оттуда долетать на парашюте это вообще не круто. Ну, и кто-то твой товарищ, осмотреть, что ли? Да где-то здесь, где-то рядом. А вот далеко ушел, может, он и был? Вон уже туда приземляются. Здесь сейчас кто-нибудь тоже будет рядом. Давай, блин, приземляйся уже, ну, хватит. Говорят, что ты рано парашютишь. Нормально. В смысле рано? Он сам парашют открывает. Я не открываю его. То есть я жду, пока он сам раскроется. Какого хрена здесь двери? Дверь открыта. Дверь уже открыта. Вы издеваетесь, что ли? В смысле дверь уже? Да какого чё-то? Догоняй его и бедь. Догоняй его и бедь. Что вы приколаетесь? Что за это? Какая-то жесть. Это вы зливый, а. Догоняй и бедь. В смысле догоняй? Убил бы молодец. Не убил бы, ну и ладно. Ну, господи. У него есть оружие уже, скорее всего. Он злитал дом. Ну, не ожидаю, что на него соскорили кто-нибудь. Всё, видишь, выстрел в голову из эмки. Всё. А так ты мог его догнать и со спины его ударить. Да. Это было бы весело хотя бы. Леща ему дать, когда он в меня с эмки бы стрелял. Типа, ну ты чё здесь раньше меня? Вот как он появился раньше меня здесь? Я смотрел вокруг, не было никого. Вот этого я не понимаю. У меня начинает гореть, короче, всё. В смысле с липошары? Ты чё, пёс? Ой, Дима. Ой-ё-ёй. Горит просто, ну блин. Меньше ныкаться надо. В смысле меньше ныкаться? А, я уже открыл тот, да? Да. Ну, эти шмотки у меня тоже были уже все. Да капец. Как так-то? Ну, блин. Да, ну, вы видели, не было никого. Приземляясь, дверь открыта уже, в смысле? Я видел, как ты текал от парня, который... Ты был за спиной, он у тебя не заметит. Который стрелял мне в голову Сэмки. Ну, когда ты стал бегать кругом, естественно, он тебя заметил. А так ты мог его подогреть, он был рядом. Он меня слышал. Там очень прекрасно всё слышно. Ты лучше скажи, зачем ты дома кругом убежал и снова побежал на него. Я не на него побежал. Я вышел из-за угла, чтобы пройти в соседнее здание. Это какая-то странная тактика при движении спиной к врагам. Такой, оп-оп-оп-оп-оп-оп. Он был в доме, я рассчитывал на то, что он в доме лутается. Говно. Всё, короче. Сейчас в какие-нибудь пикулии вообще залезу. Не буду считать, что про тебя пишут наши зрители. Они пишут, что днища полная. Чё там ещё надо писать? Да ну иди, бабище. Чё ты пришёл? Я понимаю, можно сидеть и не ждать, когда ты уже давно играешь, когда вы слышали. Я не слышал, но я не знаю. Я не знаю, что выстрелы. Будь решительней. В смысле? Кулаками здесь забить кого-то предлагаешь? Да, клёво. Нет, надо сковородкой хотя бы. Вот это про, не хочешь сковородкой? Здесь нужно выжить, а не рваться вперёд. Не, ну я понимаю, когда ты уже залутан, когда у тебя всё хорошо, хотя я статистик, поэтому выживаешь. Конечно, да, видно, хочется быть осторожным. Когда ты только появился, вокруг тебя какие-то чуваки бегают, ты уже брать просто и неожиданность. Пока они такие снежные и такие, ой, надо забрать, надо забрать. Не бежать, лутаться. Так, так, так. У меня у тебя мой вид. Будь смелее. Так, вот. Сам в начале игры можно рискнуть так, пока тебе ещё нечего терять. Мы приземляемся сейчас на то же место, если что. Рядом нет никого, твоя душенька спокойно? Что? Рядом нет никого, твоя душенька спокойно? Так в прошлый раз тоже никого не было. Ну и в прошлый раз было много. Вот там люди. Здесь, там. А здесь никого не было. Вот именно вот здесь не было никого. Был один вот там, в стороне. А тут уже хоп, он, как будто он здесь заспаунился. Чё вообще? Говно какое-то. Он уже кто-то, вот Соскара убил. Чё происходит? С трубовика. Видишь, дверь закрыта, ты счастлив? Да. Молодец. Возьмём револьвер. Удобно играть с таким разрешением? Да, удобно. Слушайте, ну мы как бы... Да, Full HD разрешение, просто оно на большом экране всё очень здорово. Мы сидим на диванчике, комфортно. Да, проекторы, да, картинка на проекте несколько метров. Метра три. Да в смысле три, не, а какой три? Три. Пару метров. Какой пару метров в три? Потому что поспорим. Слушай. От нас до экрана три метра. Вообще нет. Ну вот так, может быть, два с половиной, а так вот три. Мы с вами об этом уже говорили. Вообще нет три метра. Давай мне кусок. Ну ты понял. Нет, 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 нет. Два здесь. Вот так, а теперь ещё по диагонали. В смысле? В диагонали вот так вот, да, от нас, от утра картинки. Да потолкаю сюда, замерю. Что за бред? Да, давай ещё, ещё, ещё. Тут 2,25 метра, 2 метра меньше. Сколько? Два половины, ну нормально. Ну, три метра здесь трёх. На половина, всё норм. Нет. Ты проспорила? Всё не проспорила. Я не спорила, ничего не знаю. Так, на балконе там ещё. Ну вот так и точно тоже нет, не два. Здесь больше двух. Вот чё за говно? В прошлый раз сплошное оружие, никаких рюкзаков. Сейчас только рюкзаки, никакого оружия. Вот, мотыга, блин. И пошёл Вася с рулеткой, да. Вася сегодня. Рулетка мэн. Серп и сапоги. Вот что нам нужно, ага. Что за игра, Анатолий? Игра написана в названии трансляции. Сюрприз. Внезапненько. Ох, чё за фигня-то, ё-моё. Чё происходит? Граната, да, здорово. Сергей, для того, чтобы сделать здесь трансляцию, нужны те же самые программы, которые нужны для трансляции на других ресурсах. Это либо XSplit, либо АБС. А чтобы получить возможность транслировать ВК, нужно отправить заявку на участие в БЭТе уже всем, ну да, либо быть администратором группы. Круто играешь, ага, Игреш пошутил. Вообще смешно. Блин. Тут сплошные рюкзаки сейчас валяются. Вот чё за срань? Где оружие? Там серпы и сапоги. А тем временем уже 30 человек порешали. Так, в прошлый раз он здесь залутал М-ку. Не, правда, классно играешь. Гриша, подожди, сейчас какой-нибудь противник найдётся. Калашик, ура, калашик. Где мы хоть раз после невыжившего оставался? Нет, максимум было один из четырёх. Да. Калашик, калашик, возьми калашик. Какой у тебя ник в игре? Галстук. Галстук. Блин, миленький домик. Очень миленький домик. Рюш, почти 40 человек у кастеля. Кому нужно заявку отправить и где найти ссылку на это? Можно задать эту ссылку, вопрос, где найти ссылку, например, Яндексу или Гуглу. Либо, насколько я помню, можно зайти в раздел видео, добавить видео, там должна быть ссылка на трансляцию, как начать трансляцию. Где-то в самом ВК, в общем, был путь, но я, к сожалению, не помню, как он ведёт. Ну, серьёзно, камон, всегда есть Яндекс, Гугл. Просто ВК, трансляция, заявка, бета. Вам помогут эти ключевые слова. Типа вам ничего не мешает загуглить просто. В команде неинтересно, соло, вот что нужно. Но я поспорю, мне, например, соло в эту игру играть было бы, честно, скучновато. Ну, не знаю, вот максимум бы на стриме, чтобы ещё общаться с людьми. А так, всё-таки, я в такую игру играла бы только в команде. Пожалуйста, объясните смысл этой игры. Выжить и убить. Убить и выжить. Одновременно. Не дать себя прикончить и выжить. Может, я плохо знаком с подобным жанром, но оружие на каждом углу, в его поисках, я понял, проблем таковых нет. Как бы есть, как вы могли наблюдать ранее. Во-первых, да, во-первых, их рандом вносит свои коррективы и может так даться, что вы можете не найти то, что вам нужно. Во-вторых, всё-таки здесь ещё много других игроков, целая сотня, ну, с самого начала игры. И ещё в данном случае поджимает время и место, так как в игре можно видеть... На самой границе, как повезло вообще. На самой границе зоны, вот, да, можно видеть эту вот белую зону, а она всё время будет сжиматься, сжиматься, сжиматься. И нужно будет оказаться в её пределах. Стопэ. А, это куст. Да блин. Это для разработчиков мода на арму игра. Да. Да, всё верно. Надо идти, чем-то похоже. Ну, так-то да, как бы, учитывая, что обе игры берут корни в игре арма. Неудивительно. Блин, сейчас сюда будут люди идти. Чего ты к людям боишься? Они не очень дружелюбны. От слова совсем. Прокачка какая-то есть, или как в КС сыграл партию, и всё. По партиям. Здесь, естественно, что можно набирать какую-то модную одежду, которая чисто внешку, которая не влияет ни на что. Ну, да, да. Что за красный круг на карте? Это зона бомбёжка, и политические рандомные появляются на карте. Соответственно, если в ней оказаться, по вам может прилететь большой удар и взрыв. Может, вам повезёт, может быть, вы выжите, но, может быть, нет. Нет. Свобода действий. Что за игра на по сети? Да, игра по сети. Игра продаётся в Steam, она платная. Здесь есть определённое свободное действие, но не совсем. Как я уже говорила, есть зоны, которые сужаются. Если вы окажетесь за пределами синей зоны, вас будет дамажить и с временем умрёте. Так что игра постепенно-постепенно сталкивает игроков друг к другу. Это игра пиратка или за деньги? За деньги, товарищи. Мы никогда не играем в пиратки. Мы за рецензионные игры и за поддержку разработчиков. Дима, уже больше 50 человек выкосили, а ты до сих пор не прячешься. Я лутаюсь. Я лутаюсь. Вообще-то у меня нет необходимого для выживания снаряжения. Я очень плохо сейчас экипировал. За сколько купил, а мы не купили. Мы получили от разработчиков код, да? Да, игра стоит, по-моему, 900 рублей. 899 рублей стоит игра уточает Василий. Типа ни разу не 900. Нет, это 899. Рубль тоже деньги, Дим. Да. Окей. Купите на него мороженое. А имеется режима где-то этого сужения кольца? Наверное, нет. Нет, я понимаю смысл именно в этом. Баттл-арена, все такое. Да. Блин, надо сваливать. А, я же в зоне почти. Ну, как вариант, если хочешь, поиграй в DayZ. Она действительно очень чем-то на эту игру. Там нет такого сужения зоны, а плюс там еще и зомби. И там можно поподольше. Ну, там просто какой-то бессмысленный выживач. Типа у тебя нет никакой цели, ты просто там бродишь. А здесь тебе нужно остаться единственным. Так, ладно. 40 человек осталось. Да, это прекрасно. Чем меньше людей, тем лучше. Пойдем. Пойдем туда. Взберемся на гору. Что это за игра? Опять нас спрашивают ВКонтакте. Друзья, смотрите в название трансляции. Что на Ютубе, что ВКонтакте, что в ВК-Live, что на Твиче. Всегда есть название игры указано. Сейчас так налутаешься, 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 налутаешься. Как кто-нибудь тебя пришлет на открытом поле? Да? Так здесь и происходит. Неожиданно. Дом открыт. Вот оттуда сейчас меня кто-нибудь и пришлетнет. Если он сюда на гору не забрался. Скорее всего, он туда уже перебрался. Ранг никакой не копится. Но есть статистика, есть очки за игры. Даже не за победу. Просто чем лучше сыграешь, тем больше номер очков. За них можно выбивать себе сундучки с внешкой. Блин, тут тоже все залутано. Люди с телефона смотреть могут. Даже если человек смотрит с телефона, все равно указано название. Все, здорово, здорово. Да вон я его вижу. Где кто-нибудь учел зигзагом бегать, нет? Да в смысле зигзагом? Вот он в окне сидит. Но все равно зигзагом бегать не вариант. Без разницы, там хоть зигзагом, хоть хоть зигзагами. Дерьмо. Я хочу снова что-то здесь. В таком месте бы пряталась. Мне нравятся эти посты ГАИ. Чего ж так не везет? И я буду по-своему играть. Временно, да, ладно, есть еще последняя игра. Можно, мне кажется, тоже. Все, ребят, это последняя игра. Играем мы на проекты, на диване сидим. Лузя, давайте, да, следить за уважением к... Ой, кого-то забанят дальше. Стримбили? На Твиче закончился, да. Ну, что ж, бывает. Все норм, говорят. Уже восстановился. Ну, ладно, давай, сыграю еще. Мне интересно посмотреть. Может, что-нибудь получится. Что там галстук? Галстук и все. Что? Бомбану у тебя. А, ну, ладно. Допустим. Ох, да блин, ну... Хочу нормально, блин, игру сыграть, а не вот это дерьмо, которое сейчас происходит. Все. Будем слушаться. Фицелайф, фицелайф, оно живое. Трудный тип. Пушку возьми, покажи баллистику. Нет. Сейчас специально найду сковородку, буду бегать со сковородкой. Тогда я отниму тебе клавиатуру и мушку, покажу всем, как нужно играть со сковородкой. Не, ну не... Как нужно догонять противников по спине их сковородкой. Не получится. Чего-чего, а этого у тебя не выйдет. Выпрыгнул с самым последним вообще в игру. Во что играете? Женя, ну, на сцене игры можно посмотреть название трансляции. Вы на этом зарабатываете, но у нас, в принципе, можно сказать, игры... Работа, связанная с играми, как мы работаем на игромании. В кругах задачи всех разных, только стрима. Что там делать? Бегать, стрелять, выживать, прятаться... Как-то они неохотно выпрыгивают. Может, лезут стонуть? Да, может. Стефан, смотри. Ты же видел, как вот Дима, когда в начале прыгал в воду, там нигал символ-портограммы о легких и постепенно-постепенно-постепенно опускался уровень Восифа. Убивайся, кто спрашивает, что в игре. В ясную летим. И не только я лечу в ясную. Понятно? Да, игра платная, игра продается в стриме, игра в раннем доступе к стиме. И мы прощаемся с Алексеем Котовым на Ютубе. Название-то скажи, Андрей. Название написано на названии трансляции. Давайте мчится смотреть. Название там, где должно быть. Вася, мы прощались с Алексеем на Ютубе? Да. А, хорошо, от меня что-то не исчезло. Ну, оно перестало. Окей. Кто-то же еще в ясную летел вроде. Здесь я спрыгаю с одного самолета, вроде бы да, с одного. Да. Так, уже есть ружье, отлично. Все, идут покупатели, как скажешь, Сергей. Удачи тебе и везения. Кстати, вон, не галстук сейчас можно было увидеть наверху. И вот снова его можно увидеть. Так, да, отлично, надо поменять. Коллиматор. Да возьми. Да серьезно, у тебя нет места, ну, блин. Жесть, сейчас кто-нибудь в голову стрельнет. Ну, ты поменьше, чтобы на одном месте стоять. Мне нужен прицел, чертов. Дерьмо. И этот не могу взять. Надеюсь, здесь есть рюкзак. Ну, да, откуда он тут? Так, это что? Это ничего. Донат. 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 Кто, но он Дима. Лутаешь, так лутаешь, потом еще немного лутаешь. Потом бежишь в центр. О, каска. Опять лутаешь. Потом еще немного лутаешь. И потом тебя убивают. Да. А-ля плюшки. Не взмерзла душа. Да. Именно так. Два частных вопросов к играмайн. Как у вас работает название игры? Стефан, забыл еще, как стримить ВК. 7-2. 7-6-2. У меня плавник-гаситель хотя бы давай. Да, фризис стрим. Ну, товарищ, с нас, короче, будем заканчивать. Только последнюю игру сыграем. Да, последнюю катку и все, ребят. Я даже не могу бинт взять. А, я могу взять бинт. И то один. Ну, где рюкзак? О, спасибо. Ну, возьми. Господи, все, заставлять надо делать, а. Началась красная зона, это значит, что началась бомбежка? Что? Да, красная зона, это бомбежка. Давай, бери. Где враги-то? Оружие валяется, они в кого не пошмалять. Ну, врагов нужно еще найти. Как бы карта обширная, не слишком большая, но нормальная. Человек изначально стоит, сейчас уже вон 78 в живых. Зона, мы в зоне, здорово. Мы в зоне, отлично. Мы в зоне, красавцы просто. Дима Капелев, пожалуйста, не надо спамить стикерами ВК. Это не очень хорошая идея, это мешает и нам читать чат, и другим зрителям. И, Даниил, не надо следовать плохому примеру. Товарищи, стикеры ВК, это... Всяком полиции никому не нужны. Они не спамят. Три раза подряд это уже читается спам. Всякий хлам. Снайперская винтовка. У меня нет снайперской винтовки. А, это бакчата, Аня уже замечала. Может. Ну, на самом деле, не похоже на то, чтобы это был бы бакчат, потому что ВК он вроде отображает одно, а когда ты обновляешь страницу, там их три, короче. Ну, и вообще, зачем они нужны? Как вас зовут? Меня зовут Лея Радна, а со мной играет... Дмитрий Кудряшов. Да. Иначе галстук. Дмитрий Кудряшов. Галстук. Так, через 38. Теперь увидел этот донат игропотоктона от Димы, от Танкиста. Нам на этот раз не повезло с оружием опять. Ну, как-то так. Блин. Будем надеяться, что как-то мы выживем. Ладно, калаша у нас нет, выкинем это, возьмем бинты. Красный коллиматор, отлично, конечно, но, блин, больше места у нас нет. Стало 64. Вот сковородка. Ну, пока же мастерик у вас играет за сковородкой. Стать, хорошая сковородка, добротная такая. Жопу прикрывает. Одобряю. Когда бегаешь. О, второй. Отлично, даже не мит. Привет, расскажите об этой игре. Привет, Энзо. Игра от создателей мода Battle Royale для армы. Вот, собственно. Что-то наподобие H1, Z1. Только здесь есть и баллистика, и физика, и все на свете. Но пока нет оптимизации. Такие дела. Ну, вот, внизу можно видеть название, вернее, Early Access, ранний доступ, так что. Да, нам сообщают, что у нас насыщающий сильно ринзит. Блин, я забыл рукоять в том доме, черт, затупил. Стрельник хоть звук услышать. Ну, плохая идея, так как противники тоже услышат звук. Да. Да что ж, нет-то ни хрена. Дайте мне винтовку какую-нибудь. Дайте мне калаш, не знаю, эмочку. Что ж за хрень-то, а? Ни черта нету. Так, стоп, что-то было? Сайга. Дима тщательно сбегает мест, где экшен. Да я вообще сейчас ничего опять не сделаю. Я увижу человека и умру. И все. Здрасте, и все. Да, ну потому что реально нет нифига. Можно, конечно, с УЗИ попробовать его затыкать, но такое себе. Так, это же первое. Так, а, я здесь бегал. Да, ребята, вот в чате появилась ссылка на наш YouTube. Если хотите, можете там посмотреть, если вам сильно мешают фризы на Твиче. На YouTube говорят все ок. Ссылки есть в описании также. На Twitch, на YouTube. Сейчас еще, я так понимаю, Василь кинул прямую еще ссылку. Ну да, скорее всего. Кто в редакции Громании самый топ? Евгений Алексеевич Исупов. Да. С этим сложно посмотреть. Ну а, самолет так кинулся вообще. Зачем мне... О, господи. Я аптечку взял. Мачете, да. Всегда хотел мачете. Серьезно, ну что? Почему на стриме вот так все? Где все по красоте? Спасибо, Женя, и хорошего тебе вечера. Где эмочки? Где все на свете? Это издевательство, чуваки, вы видите? Ни хрена нет. Сколько осталось времени для сажения круга? Да он уже сужается. Уже? Да. А, ну ты типа в нем окажешься все равно. Да, я в нем. Хорошо. К нам, возможно, сейчас с севера люди пойдут. Так, здесь я лутонул. Ну серьезно, ну что за хрень-то? Все, ляг на диван, поспи. Игромания на диване, на диване. Чтобы сидеть на диване во время игры, пока ты играешь, на диване. Так и происходит. Вообще же, черта нет, ясная поляна, высотки, вы что? Пошел бы в другой дом, в конце концов. Так, это уже второй. Всего-навсего второй. То значит, ой, что только лутаешь, да сидишь. А тут всего второй дом, чего? Ну ты как-то не знаю, ты как-то медленно лутаешь. Не решительно, лутай решительней. Да, снеси дом. Отличная идея. Тут уже кто-то дымовые, эти шашки кидают. Так, рюкзак третьего уровня у меня есть. Мне больше не нужен рюкзак. Какая хрень. Ладно, надо выдвигаться отсюда. Это 50, половину зорков уже вырезали. Здесь кто-то рядом есть, потому что дымовую шашку кто-то кинул. Надо быть аккуратным. Я сейчас выйду, и меня убьют сразу же. Ты думаешь, что тебе настолько повезет, что человек такой войдет, такой, здравствуйте? Дайте девушке поиграть, пускай реже поиграть. Это уже поздно, ребята. Мы сейчас уже заканчиваем. Это последняя игра. Время трансляции подходит к концу. Ну, одежда для всей семьи. Заходи уже. Вот это я понимаю. В смысле? В смысле? В смысле? А рюкзак не лучше, который валяется? Нет, у меня самый лучший рюкзак. Я слышал здесь... Это второй уровень рюкзака, а не третий самый большой? На баге кто-то здесь ездит. Вон. Видишь? Сноси. Вон тот, а в окно, что не видишь? Вон там. Я в курсе у нас уже. Буду ждать, пока они к тебе придут. Вот. Не знаю. Я не знаю толку того, что ты сейчас увидел, что там были игроки, я бы тебя пропустил. Теперь не знаешь, где они. Ты пошел бы, поползал бы за ними, следил бы. Их уже расстреливают. Добавил бы ты уже. Как-то, не знаю, скучно для конца, когда ты даже не знаешь, где враги. А когда видишь их, ты упускаешь. Тут залутано уже. Тут дверь открыта. Здесь враги. Мне не нужно их видеть. Мне нужно остаться в живых. в этом цель. Очечки надо взять. Тут очечки лежат. А, перчатки. Тебе говорят, ходи с Аскаром. Это единственная игра, в которой у меня просыпается инстинкт самосохранения. Я бы еще в хоррорах просыпаюсь, хотя там это бесполезно. Я вот в хоррорах люблю сидеть где-нибудь, в уголочке. Я даже не поеду, а дальше это. Дальше будут скримеры. Просто, блин, живые игроки, это не так страшно. Ну, ну, выбежал, ну, выстрелил. А все эти скримеры непонятны, со звуками и прочим. Стоп, они не 7,62, серьезно? Блин, он 5,56. Черт побери. Ребята, дождитесь в момент, когда выйдет 2 класса, посмотрите. Так, зону-то уже, ох, твою дивизию. Валим. О, о, эмочка. Блин, у меня... Еще донат пришел. Еще донат? Сейчас мы увидим через какое-то время. Я смогу прочесть? Или... А, уже короткий? Отвечай, сейчас. Короче, ладно, надо валить. Надо валить. Когда все прикачивают скилл, Дима качеляет вместимость рюкзака. Да. Блин, все, зона сейчас задавит нас. Долутался. Так найти бы ее еще. Здесь нет. 34 живых. Или какой-то до зоны? Да. Ай, посреди белополя. Вот реально посреди белополя. Ай, опасно. Run, Дима, run. Да вообще. Ну, она медленно сужается. Ты успеешь, я думаю. Медленно, медленно сужается. Вообще-то... Она сужается быстрее, чем я бегу. Ну, не знаю. Мне кажется, что ты можешь успеть тебе бегать. Вон, посмотри на полоску, как она меня догоняет. Ну, там пока еще нет полоски. Вроде граммания, а фриза жесть. У нас просто отрубился стрим, переподключился, и пошли какие-то странные лаги на Твиче. Если перейти на YouTube или на ВК, можно смотреть без таких лагов. Там уже давали ссылки, и в описании тоже есть ссылки на наш ВК и YouTube. В общем, это просто из-за переподключения такая проблема. А, вон она, она надвигается. Здесь ножа музыка, ран тут будет. Ах, ладно, я успею. Я успеваю. Ну, ничего, 30 человек в том кругу. Лей-Рой играет, и не пускай этого Лей-Рой. Меня так еще не называли. Лей-Рой Дженкенс. Пулю получу, сейчас пулю получу. Слышу, как стреляют. А где лучше стримить, Павел? Отвечаю, лучше стримить везде. Ну, так, не знаю, практичней. И там, и там, и там, зрители. Беги, 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 беги. Беги. Быстро, быстро. Рядом, рядом, рядом. Вау, попал в зону, попал в зону. Да, сейчас у меня пуля попадет. Я же бегу по полю, господи. Просто говоришь, что лучше отвечать, а нет ничего. Ну, конечно, отвечаю. Капец, я буду бежать бесконечно. Я не скажу, что больше зрителей сейчас, благодаря стримам в ВК, в принципе, в ВК намного легче получить большое количество зрителей. Но там люди, которые не привыкли к стримам, они как-то бывают, это очень странно реагируют. Не вижу, откуда стреляют. Вон, там видел стрельба. То есть, конечно, для игровых стримов самая ходовая площадка Twitch. И если получится развить канал, она отличается, в принципе, пожалуй, лучше всего. Но, тем не менее, никто не мешает стримить сразу несколько площадок, если у вас нет какого-то хитрого контракта. А если задать всякими вопросами, то у вас его явно нет. Я вот из дома стримлю и ВК, и Ютуб, и Твич, и Гудгейм. Дарву, что на хитбоксе стримлю. Нужна музыка из Бенни Хилла. Ну, и когда у Дима будет бегать кругами от какого-нибудь кемпера, то да. Да уже пора. Мне до следующей зоны бежать, как до Китая просто. Тачки нет, ничего нет. Снаряги нет никакой. Штанкции. Нет, спасибо, у меня еще чистые пока что. Ребят, да, у нас сейчас подвисает свима за переключением, потому что он падал. Ну, что делать? Сразу сейчас заканчиваем уже эту игру. Сейчас вот Дима найдет свою судьбу. И мы с вами прощаемся завтра. Сейчас кто-нибудь меня пристрелит, не переживайте. Не, ну слушай, тебе в принципе повезло. 24 из живых, это уже неплохой такой показатель. Мало. Хочу лучше. Ну, я понимаю, но по сравнению с другими играми... Пальцы с зрителями не играешь, кому же говоришь, что это последняя партия за сегодня. Ну и к тому же, это не совсем... Здесь полноценно все-таки играть в партии, если есть кооператив, если есть обратная связь. Тут и в одного нормально, на самом деле. Нет, ну просто человек спрашивал меня про партию. Кооператив вообще тут абсолютно по-другому играется. О, к нам Микрой зашел, да? Да, он частенько заходит. Ой, привет. Привет, Микрой. Очень странно, я типа бегу в гору, уже добежал до следующей зоны, и я еще не пристрелил. У меня нет патронов, у меня нет ни хрена. Надо сковородку выкинуть вообще. Ну, он Микрой тоже, конечно, дико подсел на эту игру. Опачки, а вот там-то меня сейчас ждут, скорее всего. Упасненько. Вот там-то меня ждут. Ну, это тоже только на веке засело, на самом деле. Хорошая оборонительная позиция. 21 живых темними. А вот в тот домик не хочешь дойти? Черт побери. Может, здесь и нет никого, на самом деле. Может, мы нагнетаем. Очень опасно. Знаешь, мне кажется, если там кто-то был, тебя бы уже снесли. Сейчас бы, сейчас. Дима. Сейчас где-нибудь из края пойдет, как всегда. Меня здесь ждал чувак. Да, ну, это было забавно. Ну, это было ожидаемо вполне себе, но я был между двух огней. Последнего терпел, я бы на месте этого парня еще, не знаю, подождала бы. Ну, в смысле, не стал обождать, пока ты зайдешь внутрь, а еще на подходе бы тебя. Он, в принципе, ожидал, что там тоже сидят люди, поэтому решил не тратить на меня патроны. Ну, в общем, ребят, как-то так. Все было очень не в нашу пользу. С лутом как-то не везло. Но одна была катка более-менее удачная, когда пятую позицию заняли. И то я там слился очень глупо, потому что забыл переключить режим стрельбы. Вот. С вами была игромания на диване. Играли мы на проекторе от LG. Он вот такой вот маленький и выдает здоровую картинку. Порядка там 90-100 дюймов, находясь от стены в 30 сантиметрах. Все ссылки на него в описании и в чатике на Твиче выскакивают. Так что, если интересно, можете пройти, посмотреть. Плюс он не требует таких мощностей, как здоровые мониторы. То есть у вас видеокарта все равно обрабатывает картинку 1080p, а проектор уже выдает гораздо больше. Ну, в плане дюймов там. Вот. Я что-то устал. Ну, серьезно. И печально, что она играла не в мою пользу. Ну, что, я думаю, у тебя еще получится. Это трандом, это все это на свете. Вот. Да, и, к сожалению, картинка вам передается через веб-камеру не та, что мы видим. На самом деле она гораздо лучше, чем на вебке. Но, тем не менее. Также вы можете посмотреть тесты на YouTube, на основном канале. И, в общем, читайте, узнавайте, смотрите. С вами была Игромания на диване, Дмитрий Кудряшов, Лея Радна, Василий Копейкин за кадром. И всем спасибо и пока. Пока, ребята.